Всем привет! С вами Маша, и вы на канале о нашем главном. Я решила для вас быстренько записать видео одной из самых широко известных распродаж косметики, которая происходит на территории США. Она происходит два раза в году от компании Sephora. И та, которая происходит в ноябре, ну то есть в какой-то момент осенью, она немножко меняется в датах, она более с высоким процентом скидки, нежели та, которая происходит второй раз в году весной. Поэтому я тут вам выписала всю информацию, что касается предстоящей распродажи. В общем-то, первая ее часть уже вот-вот закончится, и она работы дает вам 20% скидку с этим вот кодом. Если вы там тратите, там какое-то бешеное количество денег, или тысячу долларов, что ли, в год, тогда у вас РУЖ статус, и вы получаете вот такую скидку. У РУЖ, у них там много разных привилегий, в том числе бесплатная доставка в течение двух дней, у них попробники, по-моему, какие-то дополнительные дают, иногда там еще какие-то релизы какие-то к ним быстрее попадают, нежели ко всем остальным. Но то стоимость денег, которую должны вложить в Sephora, для того, чтобы получить этот статус, он, на мой взгляд, диспромпорционально высокий, но это кому как. Та распродажа осенней, в которой буду участвовать я, я думаю, у меня тут подкопилось несколько хотелок, о которых мы сейчас с вами поговорим, в том числе то, что я хочу для себя купить, и то, что я рекомендую, то, что я уже опробовала. Вот эта вот, эта часть распродажа будет с 10 по 15 ноября. Если вы потратили там что-то типа 200-300 долларов в год, то у вас, скорее всего, статус Vib, вы получаете 20% скидку вот с этим кодом, который можно использовать онлайн. И, кстати, чего они раньше не делали, они дают 15% скидку любому человеку, который, в принципе, зарегистрировался на сайте Sephora и сделал себе аккаунт. Они так называемые beauty insiders. А раньше они не предоставляли им особенных скидок, поэтому для тех из вас, кто очень-очень редко что-то шопит в Sephora, обратите внимание, это ваш золотой шанс в Sephora что-то такое получить. Вот, собственно, какой будет код для того, чтобы получить эту скидку. Насколько я знаю, можно делать сколько угодно заказов, поэтому если вы хотите как следует раскошелиться, я бы на вашем месте разбила бы заказы на несколько частей, каждый из которых примерно 50 долларов, потому что тогда вы получаете бесплатную доставку. И с каждым заказом, давайте я вам сейчас покажу, вы можете получить пробники, но для этого вам придется использовать еще один код. Вы можете только один код использовать, так что это, наверное, не вариант во время скидки. Но, тем не менее, часто вам даются бесплатные пробники. Где они у нас? А, по-моему, нет. Free samples это называется. Вы можете себе выбрать три, какие хотите. Вы можете также использовать, у меня там практически нет points, но если вы там накопили какую-то сумму, можете эти поинты применить и получить какой-то еще подарок помимо них. Поэтому, давайте, не откладывая в долгий ящик, я вам покажу, собственно, что я в этом году подумываю себе прикупить. Итак, у меня в хотелках тушь от марка Джейкобса, которая называется Omega Lash Volumizing Mascara. У меня есть еще одна тушь от этого же бренда. Я, честно говоря, по-моему, просто ступила. Я слышала, что одна из двух тушей, которые производит Марк Джейкобс, безумно классного качества. Но я купила себе не эту, а вот другую. Я купила себе ту, которая похожа на шестигранник, и она называется Noir Velvet Noir Major Volume Mascara. Та неплохая, но она немножко склеивает ресницы и не дает мне такого объема, который бы мне хотелось. Поэтому я вот эту Velvet Noir использую вторым слоем поверх моей уже золотой культовой Tarte Slides Camera Lashes. Я хочу попробовать вот эту и понять, может быть, это все-таки самое лучшее из двух. В общем, подумываю ее прикупить себе. Посмотрим, как оно пойдет, именно когда начнется распродажа. Второй объект, который уже давно присматриваюсь, только ленивый не слышал о профессиональных тенях Viseart. У них много палеток, стоят они очень недешево. Но что самое забавное, это не самая дорогая палетка теней, которая продается в Sephora. Есть, многие из вас, наверное, слышали Huda Beauty, есть какие-то лимитные, там, Лабутеновские, или еще какие-то, или Томфордовские. В общем, разные палетки есть в Sephora, которые стоят там сильно за 200, чуть ли не за 300 долларов. Так что в сравнении с некоторыми вещами, которые можно купить в Sephora, это, конечно, просто шутки. Тем не менее, палетка очень дорогая, но я не слышала ни одного негативного в нее отзыва. Вот в принципе ни одного. Я себе присмотрела вот такую шиммерную палетку с оттенками что-то в стиле полудрагоценных камней. Мне она как-то запала в душу. Это, однако, не самая популярная палетка, которая у них есть в арсенале. Самые популярные палетки у них матовые. Я слышала, что у них матовые тени просто божественного качества. Вот она, кстати. Но меня, честно говоря, привлекла именно эта. Как-то она мне запала в душу. Не знаю, решусь ли я на покупку или нет, но вот показываю, на что у меня лег глаз. Вот самая популярная у них это вот эта палетка, но она для меня слишком теплая. Как-то вот не тянет меня к таким оттенкам, если честно. Вообще. Ни к красным, ни к оранжевым. Вы, наверное, заметили, что сейчас появилась какой-то просто фиговая туча пакеток палеток в стиле закатного неба. То есть таких красных, или там желтые листвы. Ну, вот такого вот плана. Везде какие-то оранжевые, красные цвета. Если честно, я уважаю эти оттенки. Весьма уважаю. Но я так наелась этих оттенков из каждого видео, из каждой новой палетки, из каждого блога, что я уже, честно говоря, их просто видеть сейчас не могу. По той же причине я не покупаю себе палетки от Anastasia, их знаменитые Renaissance. Ничего против не имею. Ну, просто я сильно-сильно этого везде переела. Но вот матовые палетки, которые у них считаются просто iconic, лучше матовых теней, вроде как нет на рынке. Но меня вот, если бы я и купила, то, наверное, вот эту, которая называется Cool Cool Mats. Ну, как-то она меня не так сильно зацепила оттенками. Ну, вот как-то у меня такое ощущение, что всё это у меня уже есть. Как-то вот, не знаю. Может быть, давайте я добавлю её в любимки. Может быть, всё-таки я её закажу, но пока не уверена. Не уверена. Аромат, который меня покорил с первого же затеста, на мой взгляд, это более сложная сочинённая сестра Clinique Happy. Это компания Etat Libre Derange. По-моему, это что-то вроде такой а-ля ниши, но не совсем, потому что продаётся в Сифоре. Называется Аромат Like This. И чем он хорош? Это такое же тёплое, ровное, согревающее звучание, как у Clinique Happy, но у него посложнее пирамида. В нём есть имбирь и есть тыква. Я, честно говоря, небольшой фанат ни имбиря, ни тыквы, но вот в этом аромате это настолько манка, тепло, густо и при этом неудушающе, что я совершенно влюбилась. Пока не знаю, куплю ли я себе одну унцию, которая стоит 52 доллара, или походную версию, там, маленький пузырёк за 25. Посмотрим. Ну, один из них я точно куплю. Следующее, что я намереваюсь, достаточно серьёзно намереваюсь купить, это такой походный набор от Dr. Chart. Здесь у нас, по-моему, вода для смывки у макияжа и увлажняющий крем, если я не ошибаюсь, и мой любимейший, а давайте, что я, собственно, торможу, давайте мы его откроем, пока он грузится. Здесь один из моих самых любимых BB кремов, которые вообще есть на рынке, и это Dr. Chart Premium BB Beauty Balm. У него все два оттенка, он такой розоватый, немножко сероватый, но при этом он великолепно выравнивает тон лица, он, знаете, он с лёгким к среднему покрытием, его можно наносить под круги под глазами, он не даёт плотного покрытия, но он даёт очень выровненный, хороший тон лица, и он остаётся чуть-чуть самой малой слипки, и поэтому на него прекрасно усаживается пудровая основа и вообще всякие пудры. Я решила именно взять себе набор, потому что хочу попробовать другие их продукты. Что у нас здесь? Ещё. Да, это мастурайзер увлажняющий, и потому что вот это пол унции у нас здесь, да, пол унции, мне как раз удобно будет с ним его класть себе в походную дорожную косметичку. У меня есть полноразмерный продукт где-то, но я его хоть убить и не могу найти, поэтому да, я на всё надеюсь, что я всё-таки найду полную тубу, поэтому решила себе купить вот такой небольшой наборчик. Мне кажется, это очень приличная цена для всего того, что в неё включено. В полную стоимость он, по-моему, стоит что-то около 39 или 40 долларов. Этот BB крем. Один из моих мастхевов. Заинтриговала меня очень эта палетка от Colourpop. Я, опять же, одна из тех, кто сидит в танке и до сих пор ни разу не пробовала тени Colourpop, просто меня ломает делать заказ на их сайте, и там никогда не купишь одну вещь за 5 долларов, всегда же нужно набирать какую-то фиговую тучу продуктов, чтобы добрать до бесплатной отправки. Как-то так до этого у меня и не дошло, но поскольку Colourpop определенный продукт сейчас продает на сайте Sephora, тоже обратите внимание, это один из самых дешевых брендов, которые можно купить на сайте Sephora, при этом я очень много слышала позитивных отзывов на эти тени, будет очень интересно попробовать. Пока не знаю, куплю или нет, но палетка меня заинтриговала. Мои любимейшие тени-карандаши Laura Mercier Caver Stick Eye Color у меня есть аметист, который уже немножко подзасох, тут, конечно, он слишком светлым, на самом деле это красивейший маувово-сливовый такой оттенок, и в нем еще, что просто меня сводит с ума, там не только шиммер, но и мелкие медные блестки, ах, я его так люблю, аметист советую всем, если не знаете, что брать, берите аметист. Я себе заказала уже с официального сайта Laura Mercier, не знаю почему, а, у них, по-моему, скидка 20% раньше началась, чем в Сифоре, поэтому я решила не париться и заказать там. Заказала себе матовый светло-серый оттенок, который называется Fog. Как придет, обязательно вам расскажу, что про него по этому поводу думаю. Плюс к тому, у Laura Mercier есть сейчас подарочный набор этих карандашных теней, он как раз очень хорош для знакомства. Здесь у нас и аметист, здесь у нас светло-золотистый цвет, такой кремово-бежево-розоватый, который называется, по-моему, Naturel, и стандартный бежевый оттенок, что-то вроде ванилла. Мне кажется, за такую цену получить 4 оттенка, они, конечно, поменьше размером, но, мне кажется, он быстрее у вас засохнет, чем вы его доиспользуете, но только из-за исключения тех людей, у которых, в принципе, только 2 тенюшки, 1 пудра и 1 тушь. Если у вас есть какое-то количество макияжа, вам вот такого набора хватит за глаза. Я не думаю, что буду его покупать, хотя очень-очень хочется, но просто потому, что я уже заказала один, и как-то думаю, пока надо остановиться. Еще один тени-карандаш, который, по-моему, относительно недавно появился на рынке, у нас от Lancome, называется они Они чуть-чуть подешевле, чем Laura Mercier. Не знаю, как они носятся, но я только просвочила, и мне показалось очень интересным оттенок с сатиновым финишем. Это вот такой бежево-оливковый хаки. Он называется Эрика. Как-то вот очень он мне запал. Думаю, прикупить на скидке. Есть такие мысли. Далее. Не уверена, что буду покупать, потому что уже очень я запала на Like This, но оригинально сначала собиралась. Это влажные апельсины, такие немножко водные, от Atelier Cologne, Orange Sanguine Weekend Set. За такую цену это очень хороший набор. Так что, если кто-то из вас любит влажные водянистые апельсины, присмотритесь. У меня было несколько пробников и миниатюрок этого парфюма. Очень люблю его, люблю. Он всегда приятен, он всегда освежает, он не пахнет никакой химозой. Единственное, что для тех из вас, кто любит сухой или сладкий апельсин, этот апельсин немножко более водный, какой-то он немножко влажный и водянистый. Этот у меня есть крем, я его покупать не буду, но показываю вам как рекомендацию. Я уже уговорила двух своих подруг, обе довольны, и многим из вас его советовала. Один из самых лучших CC кремов с большим фактором SPF, прекрасной, покрывающей способностью. Плюс там, он не сушит кожу, его можно использовать на все лицо, включая кожу под глазами, что я и делаю. Единственное, кому он вряд ли подойдет, это людям с жирной кожей. Если у вас кожа нормальная или сухая, вам, мне кажется, этот крем очень понравится, этот CC крем. Я его обожаю, мне очень нравится, несмотря на то, что всего пара оттенков, они очень хорошо тушуются и как бы сливаются с разными подтонами кожи. Это я уже провела на нескольких людях, поэтому знаю, о чем говорю. Очень вам советую, только за исключением, если у вас не жирная кожа. Вот этот набор я уже себе купила и посоветовала нескольким подругам. Потрясающее качество туши от Tarte, Light Camer Lashes. Она подойдет и девушкам, которые любят натуральный эффект, и девушкам, которые любят эффект посильнее. Если нанести ее в два слоя, будет драма, если нанести в один-два, в три слоя будет драма, скажем так. В один-два слоя у вас будут пушистые, мягкие, такие хорошо разделенные ресницы. Потрясающая тушь. Тут найдет миниатюрки, но, честно говоря, мне миниатюрки почему-то от Tarte нравятся больше, чем их полуразмерные туши. У меня вообще такое часто бывает с тушами. Не знаю, с чем это связано. И также здесь идет очень любимый мною крем для глаз от них тоже такая. Тут две миниатюры, но даже этой миниатюре крем для глаз вам хватит надолго. И эта цена просто шапочная за эти два продукта. Поэтому, если вам интересен Tarte или вам нравится один хотя бы из этих продуктов, а тут еще айпатчи какие-то идут, но для меня это же уже и не важно. Это бросовая цена, надо брать, серьезно. Я взяла себе и посоветовала всем подругам. Далее, аромат, который я очень давно хочу купить, но все никак не решаюсь, как-то все не доходит до него в руки. Это Cuccoma de Moisele. Я думаю, в особенных представлениях он не нуждается. Хороший зимний качественный аромат. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. У меня есть парочку гифт-карт. Я посмотрю. Сначала мне нужно заказать те вещи, которые я точно-точно хочу, например, как какой-то из этих ароматов, либо малюк, либо полноценный. Вот это. То есть, мне нужно будет выбрать те вещи, которые совершенно must-have, которые я хочу купить, а потом уже докидать остальное. Еще одна палетка от Wizard, чуть подешевле, мне кажется, более такое дружелюбное знакомство с этими дорогими тенями. Очень любопытно, интересно, что мне нравятся эти все желтые и оранжевые оттенки. Я, как вам уже говорила, от них немножко подустала. Много хорошего слышала про этот спрей от Caudalie. Подумываю его купить, но не знаю, куплю или нет, потому что я все время забываю этими спреями пользоваться, если честно. Это я что-то мне кто-то где-то рассказывал про этот набор от Pharmacy. Хоть убить и не помню кто и что, пока лежит в хотелках, но вряд ли, вряд ли я его куплю именно в этот заход. Очень мне понравилась Candle Glow Sheer Perfecting Powder от L'Ore Mercier. Это что-то похожее, очень похожее на Hourglass Ambient Lighting Powder. Они, вот знаете, братья-близнецы, но только в L'Ore Mercier больше продукта и она подешевле будет. Поэтому между ними двумя, пока не знаю, какую выбрать, но какую-то купить очень хочется. Также сама покупать не буду, но очень вам рекомендую, если вы хотите познакомиться с ароматами от Elizabeth and James. Здесь четыре аромата, одни из самых лучших, на мой взгляд. Это их черный и белый аромат, роза и бурбон. У меня есть полноразмерный аромат бурбон, я его обожаю. Он великолепен зимой. Про него я рассказывала в отдельном видео, если интересно, поищите меня на канале. Обожаю бурбон, просто обожаю. Давно засматриваюсь на эту палетку от L'Ore Mercier, но, если честно, у L'Ore Mercier очень грамотные взрослые тени. Они подойдут, особенно подойдут женщинам, которые не любят металлический, броский, какой-то такой drag queen макияж, или если у вас сильный возрастной век, там грамотные матовые тени, которые не выглядят мелом, которые не высушивают кожу века, там грамотные шиммеры, которые не подчеркивают складки. То есть у L'Ore Mercier очень взрослая текстура теней, она такая, очень грамотная и элегантная, но не самая броская. Тут уже дело вкуса. Не знаю, пока куплю или нет, но висит она меня и радует даже тем, что я на нее просто смотрю. All Genest этот набор я когда-то уже покупала, хотела обновить, но сейчас его, к сожалению, невозможно купить в Штатах, не знаю почему. Кремовые тени-карандаши от Burberry, хочу себе прикупить два оттенка, они не плохие, но немножко скучноватые, на мой взгляд, так что не уверена, что я их куплю, посмотрим. Power Glass, я вам уже сказала, это такие подсвечивающие, усаживающие пудры, подумываю, либо ту, либо другую, пока не знаю какую. Далее, очень рекомендовала одна блогер, которую я смотрю на английском языке, вот этот Coconut Face Primer, я уже опробовала Coconut Primer от Too Faced, Hangover RX, он у них назывался, и, честно говоря, осталась сильно разочарована, потому что он мне очень сушил кожу, я подправила его потом Ксении, Тель-Авив, Израиль, и она подтвердила, что даже в супервлажном климате и на ее коже, на который тоже все начинает плыть, им просто из-за жары и влажности, все равно Too Faced очень сушил кожу, то есть его можно было использовать только на Т-зону, так я и не поняла, что это было, честно говоря, но вот про этот Primer я слышала много хвалебных от, я про него подумываю, но Primer я в последнее время пользуюсь редко, я больше ударяю по уходу, и у меня есть уходовые средства, которые вполне себе работают, как неплохие Primer, поэтому не знаю, посмотрим. но если кому-то из вас интересно, Mark Jacobs его можно купить только на собственном сайте Mark Jacobs Cosmetics или Mark Jacobs Beauty и в Sephora, поэтому вот на таких сейлах, которые всего проводят два раза в год, хорошо покупать именно эксклюзивные вещи, которые в других местах тяжело найти. Вот он красавчик Dr. Judd, да, он в полную стоимость почти 40 долларов стоит, но я вот полноценный, я просто вам рекомендую, но сама покупать не буду, потому что надеюсь, что найду свою бутыль. Bobby Brown тоже делает неплохие кремовые тени, карандаши, подумываю, но пока не знаю, вряд ли. Самый-самый-самый классный, который у меня когда-либо был, лайнер для бровей в оттенке 01 Soft Blonde от Clinique, не буду покупать, я его просто держу, чтобы не забыть о том, что он есть. Обычно я стараюсь его находить в аутлетах и покупать со скидкой. Очень интригует меня вот эта палеточка от Clinique, она такими с дымчато-серо-фиолетовыми какими-то и бежевыми оттенками. Меня сейчас вот эта палитра оттенков очень вдохновляет. По-моему, у Victoria Beckham и Estee Lauder несколько похожие в последней коллаборации есть оттенки. Я слышала, что у Clinique хорошего, тоже такого грамотного, мягкой формулировки тени, которые не слишком агрессивные, но и в плохой пигментации их не обвинишь. Посмотрим. Много хорошего слышала про эту Maxi Lash Volumizing Curling Mascara от Guerlain. У меня был пробник, помню давные времена, когда он у меня был, он мне очень нравился, но как-то я все никак не дают руки, не куплю эту тушь. Если кто-то из вас пользуется, скажите мне, как она сравнивается с Dior, с Eves Saint Laurent, Volumizing Mascara и с другими культовыми, люксовыми тушами, которые уже есть на рынке. Это я вам рекомендую, сама покупать не буду, потому что у меня уже две такие помады. Это помада Карандаш от Buxom. Она немножечко не щиплет, но так, немножко покалывает губы, но не агрессивно. Я сама не люблю покалывающие губы помады, но эту обожаю. У меня она есть в цвете Sidney, идеальный для меня абсолютно нюд, и я поверх нее часто ношу какой-нибудь сверкающий, переливающийся блеск или какую-то другую помаду. И есть у меня еще оттенок, которого здесь в растяжке нет, называется он Bombay. Очень красивый, мутно-молочный красный. Но вообще, в принципе, очень мне нравятся эти помады-карандаши. Даже не могу объяснить чем, но вот люблю я их. Они классные, реально классные. Так, что у нас здесь еще? Это я держу, чтобы не забыть. Это айкрем, который у меня был, у меня люксовый пробник был, мне очень-очень понравился. Но когда я начала смотреть цены на Дермодоктор косметику, я упала буквально со стула. Она очень-очень дорогая. Это еще и не самый дорогой крем. Это покупать не буду, но сильно рекомендую. У меня есть эта кисть. Это если у вас сильные проблемы с синяками под глазами, и у вас там самые разнообразные, там, не знаю, или какие-то пигментные пятна, или еще что-то, вот эта тушь, она набрана, можно сказать, как пальчик. Сейчас она у меня и откроется. Не знаю, здесь у нас нет других изображений. Она очень плотно набрана, и она сбоку выглядит как вот, как указательный пальчик, как подушечка пальчика. И она просто волшебно растушевывает все консилеры и под глазами, и на лице. Она не дешевая, это уже как бы, я думаю, вы поняли, но она великолепнейшего качества. Просто великолепнейшего качества. Я ее обожаю. Лайнер, если вы ищете хороший лайнер, который тонко и четко рисует супер-супер черным пигментом, посмотрите тату лайнер от Кет Ван Ди. Покупать не буду, у меня сейчас есть черный лайнер от Никс, который мне тоже очень нравится. Но этот, в принципе, по точности и тонкости линии ему пока сравнений особенно нет. Это один из самых моих любимых кремов для глаз. У меня сейчас как раз он есть. И там, честно говоря, даже малютки хватает очень-очень надолго. А вот этой боди, я даже не знаю, наверное, на всю жизнь, но на год точно хватит. Очень мне нравится I Renewal Balmantal Janis, потому что он хорошо увлажняет, не жирнит кожу, никаких жировиков проблем нет. На него хорошо укладывается макияж. И мне кажется, он действительно как-то помогает разглаживать кожу под глазами. Я очень его люблю, всячески вам рекомендую. Так, это у нас уже было. О, она немножко просто пересортировалась. И последнее, то, что я хочу вам порекомендовать, если вы любитель бейкинг, если вы любитель пудр рассыпчатых, прозрачных, то одна из самых-самых-самых лучших, которая мне попадалась, это пудра от L'Ore Mercier. У них есть прозрачное усаживающее и есть минеральное. Минеральное, там такой красивый плотный пигмент. В принципе, одна из, тоже я считаю, одна из самых грамотных минеральных пудр, если не считать минеральные пудры от Bare Minerals. Так, ну что же, да, вот это вот все мои хотелки. У меня есть, конечно же, там и еще, и еще, и еще. Я не хотела я вас перепугать размерами бедствия. Хотела показать только то, что действительно, возможно, я куплю. Те вещи, которые, ну вот, абсолютно мои мастхевы, с которыми я могу просто поручиться. Если у вас есть какие-то рекомендации, что прикупить с 20% скидкой в Сифории, дайте мне, пожалуйста, знать. Буду с нетерпением ждать ваших рекомендаций. Времени осталось мало, так что давайте делиться секретами и вожделенными хотелочками. Вот, надеюсь, у вас этот сезон распродаж, который часто сопровождается, часто начинается сезон распродаж к Дню Благодарения. Надеюсь, у вас будет охота очень удачной. Я сама так поглядываю, посматриваю не только на Сифору, но и на другие сайты. Посмотрим, как оно пойдет. Вообще, в последнее время я, конечно, что-то стала транжирить. Просто нереально много денег. Ну, видимо, такой период. Вот, все. Надеюсь, вам было чем-то полезно это видео с моими рекомендациями. Еще раз я вам покажу информацию о сейле. Вот она. Я попадаю в эту категорию. Если вы редко покупаете что-то, обратите внимание, что это первый раз, когда Сифора дает такую скидку людям, которые не тратят в Сифоре много денег. Так что можно будет воспользоваться. За всем прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Буду ждать ваших комментариев и рекомендаций. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...